Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. На льду легендарного ледового дворца спорта стартовал кубок Владислава Третьяка. Самарский турнир по хоккею с 10-летней историей. На церемонию открытия приехал сам легендарный вратарь. Много-много лет тому назад наша команда ЦСКА здесь была на сборах. Мы, я помню, играли в этом дворце. Он уже верой и правдой служил хоккею. Надеюсь, что действительно в скором будущем вы меня пригласите на открытие нового стадиона. В турнире играют 8 команд из Краснодара, Пензы, Ижевска, Ярославля, Москвы, Уфы и, конечно, Самары. Капитан пензенской команды 10-летний Никита Афанасьев рассказывает, настрой боевой, ведь все в команде болеют хоккеем. Мои родители хотели, чтобы я катался на коньках и выбрали меня хоккеистом. Хочу стать известным, хочу играть, как Овечкин в кей-потолсе. Желающих играть много, мало льда, говорит президент Российской Федерации Хоккея Третьяк. Поэтому после 2018 года в стране планируют запустить федеральную целевую программу по строительству хоккейных стадионов. С 2012 года количество катков у нас очень сильно возросло. Порядка 12 катков мы построили с 2012 года. Именно крытых катков, это не считая тех площадок, которые во дворах, хоккейные коробки. И количество участников, именно вовлеченных в процесс хоккея, резко возросло. В этом году участник «Золотой шайбы» выросл в пять раз. То, что мы провели. Сегодня вот в этих соревнованиях, только имени Третьяка, сейчас приняли участие только 2000 человек. Детский хоккейный всероссийский турнир завершится в пятницу, 7 апреля. В финале определится сильнейшая команда, которой и достанется кубок Владислава Третьяка. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова